У меня сегодняшний день, может, это вот такие первые ростки, среди предпринимателей нашего города, которые получат широкое развитие, хотя многие очень люди участвуют в гуманитарной помощи, но я хочу, чтобы участвовали в них максимально предприятия. И малый бизнес, и средний бизнес, и наши большие промышленные предприятия, потому что, понимаете, сегодня вот там, куда уходит этот грузовик, это решается не только судьба страны, но и судьба развития страны на ближайших 30 лет. Я думаю, такой город, как Южный, должен тоже оказать максимально ее жителей. Еще раз повторю, в первую очередь, предприятие промышленности, средний бизнес должен оказать, потому что, вот видите, мы сегодня оказали гуманитарную помощь на 112 тысяч. В целом оказана помощь госпиталю, там уже в миллионах считается. Я хочу, чтобы тоже так вот обратиться к нашим жителям, еще раз говорю, со всем структурным подразделениям промышленности, бизнеса, чтобы вот в этих 10 миллионах составляющий процент был довольно высоким. Чтобы мы этим, ну, не гордились, чтобы мы чувствовали меру ответственности за то состояние, за то, за решение этой страшной проблемы, которая существует сегодня в нашем государстве. И еще раз думаю, что это действительно правильно, что это не просто военные действия, это судьба страны. Этот путь развития решается, путь развития страны минимума в ближайших 30 лет. Я думаю, что южанам абсолютно не безразлично, в каком направлении будет развиваться наша страна, какие будут свободы у нас, какое будет развитие нашей национальной достояния, как будет развиваться. Это очень серьезная тема, я хотел бы, чтобы мы к ним серьезно относились. Я очень благодарен, вот здесь есть представители наших подрядных организаций, представители нашего бизнеса юженского, которые приняли, отозвались, приняли финансовые участия, приняли помощь, оказали организаторские, так сказать, все проблемы решались. Тем более, что мы поговорили буквально во вторник, у нас было очень мало времени на организацию этого гуманитарного груза. И благодаря вот этим ребятам, я думаю, что мне сказали свои отношения к существующей, к той проблеме, к которой мы как бы все сегодня собрались, если пытаемся оказать какую-то посильную помощь. Я очень благодарен, что они назывались, благодарен всем, кто принял участие в формировании сбора средств на формирование этого гуманитарного груза. Я думаю, мне бы очень хотелось, чтобы эта встреча у нас на этой площадке была не последней, чтобы мы периодически встречались и периодически подтверждали свое отношение к независимости нашей страны, свое отношение к этой страшной проблеме, которая на сегодняшний день является проблемой всего украинского народа, невзирая на каком языке, какие регионы разговаривают. Скажите, пожалуйста, где закупалось оборудование? Это я думаю, что зараз у нас есть, Сережа, подойди, пожалуйста, и расскажи, где ты закупал, потому что было поручено ему этим делом заниматься. Я же говорю, что кроме финансовой, поддержки, они еще занимались организацией, организационные все моменты, поэтому мы поручили, у нас был создан такой организационный штаб, и вот эта закупка оборудования мы им поручили, пусть он расскажет. Это была инициатива управленцев Южинского городского совета, да? Наверное, да. Оказать секунду гуманитарную помощь. Можно, можно будет сказать и так. Оказать гуманитарную помощь и, в общем-то, пригласить всех к такому сотрудничеству и участию. Все еще раз говорю, и жители, и предприятия, и особенно крупных промышленных предприятий, которые имеют финансовую возможность оказывать такие гуманитарные подарки. Евгений Николаевич, а если можно перечислить всех, кто принимал в этом участие? Я думаю, что это очень, во-первых, ситуация такая, что была поставлена задача, надо было закупить оборудование, электрооборудование, будем ее так называть, на определенную сумму, на 112 тысяч. Мы скажем так, что мы на сегодняшний день собрали только половину этой суммы. Другая сумма там была договорена с поставщиками, что мы берем типа в долг и потом будем им отдавать. Поэтому весь список сегодня еще, я думаю, что придет несколько дней, когда мы соберем всю сумму, и мы в средствах массовой информации в нашей местной газете и по телевидению объявим фамилии, имена, названия организаций, кто какое участие принял. Я думаю, что у нас же это не только одна акция, что у нас эти акции проходят, мы работаем с механизированной бригадой с обеспечением средствами массовой информации, должны поименно называть людей, которые участвуют в этих акциях, называть предприятия, фамилии директоров предприятия, которые участвуют в этой акции. Город должен гордиться теми людьми, которые участвуют в таких акциях. Вот когда мы соберем эту полностью сумму, я думаю, что мы доведем до вашего сведения пофамильно всех наших участников и суммы, те финансовые суммы поддержки, которые вносило каждое предприятие, каждый отдельно взятый коллектив или чисто житель, физическое лицо. Как вы узнали о том, что именно этому доступу необходимо помощь? Это вы как-то проверяли? У нас появилось желание, появилось желание оказать помощь. И я обратился, честно вам скажу, обратился за субъекзаменом. Стадия Одесская государственная администрация Калинчаку Сергею Васильевичу. Друзья, куда есть? Какие тонкие места есть на сегодняшний день, где можно было бы показать какую-то финансовую, какую-то работу? Мы позвонили, начальник госпиталю говорит, что мы переоборудуем госпиталю, по зарежной заработке. Самое необходимое, самое важное. Так вот так и родилась вот эта идея, то есть вот это направление, выказание не только помощи, но и про оборудование, для оборудования госпиталя, для работы в земле. Вот предприниматели говорят, что очень много среди бизнеса людей готовых и желающих помогать, они просто не знают, куда обращаться. Скажите, вот как? Поэтому мы для этого, я не хотел бы, чтобы это было воспринято в нашем городе Юж, что это какая-то операция. Я именно хочу, чтобы это дошло до, чтобы каждый житель Южного, каждая какая-то бизнесовая структура, каждое промышленное предприятие нужно понимать, что это возможно. Если есть, мы, наверное, будет правильно, когда мы напечатаем бегущей струкой телефон начальника госпиталя, и вот по этому телефону люди могут обращаться, директора предприятий, отдельные бизнесмены наши, предприниматели могут обращаться по этому телефону, спрашивать о необходимых вещах, которые необходимы, господи, для выполнения в полном объеме своих профессиональных обязанностей, и таким образом, наверное, будет налажена какая-то, и это, понимаете, это адрес, это мы понимаем, куда, это первое. Второе, что, конечно, надо оказывать помощь всем участникам, всем бойцам, на раненым, эта помощь нужна, наверное, несколько раз необходимая. Поэтому, я думаю, что это очень правильно, и с христианской, и со стороны нашей христианской веры, именно оказывать помощь пострадавшему человеку, оказывать помощь тому человеку, который уже пролил свою кровь за независимость нашей страны. Я думаю, что мы с вами так сделаем, возьмем в своих передачах, возьмем, сейчас я попрошу визитку начальника госпиталя, реквизиты, пожалуйста, скажем в индивидуальном порядке, связывается, созванивается, спрашивает, что необходимо для более эффективной работы госпиталя в районе АТО, да, и таким, если кто-то получает, хочет получить информацию у нас, вопросов нет, вы нас все знаете, будем оказывать помощь, что сказать, в сотрудничестве, в оказывании. Вот еще один такой момент, благотворительные взносы, вы скажете, что предприниматели, да, их понесили, а работники исполкома тоже часто? Конечно, конечно, от Людмилы Владимировна про работников исполкома, Людмила Владимировна расскажет. Мы поддельные, дневные заработки все собрали. С каждого, да, дневные заработки? Это сколько вышло? Ну, мы не придерживались четко, чтобы это был однодневный заработок, в принципе, кто-то сколько считал, ну, не меньше, чем однодневный заработок. Желание поехать совместно с Комендарной Фимической лично, с нашей администрацией, они хотят поддержать.